Добро пожаловать! Да? Ну, по крайней мере, со скороговорками. Это завод по изготовлению полезных инструментов от самодельщиков. Настолько полезных, что вы будете удивлены, почему вы не сделали этого раньше. Ну, а сегодня, как и обещал я пару выпусков назад, мы будем собирать набор инструментов DIY-щика. Я бы с огромным удовольствием назвал этот выпуск «Ключи дрочёные», но YouTube, к сожалению, не любит такие названия. Я долго собирал эту коллекцию, приблизительно месяца три, и вот, наконец, она у меня. И я безоблагательно хочу ею с вами поделиться. Первым гайдом по изготовлению годноты пускай будет разводной ключ из рожкового. Ну и по классике жанра, не отходя от кассы, разрешите доебаться. В мастерской у этого рукоблода уже прямо с порога имеются тиски. Ну да. И болгарка. Так, а что дальше? Напильник. Судя по всему, сварка. Сверни мне станок. Судя по всему, сварка. Да, сварка. Даже тихо сварка есть. Она как бы денег стоит. А на Кьючин денег зажала, решили сделать сам. Ага. Нахер оно надо. Зачем мучить жопу, если можно нормальное путь? Это будет дешевле, чем иметь все, что у него есть. Ну хули тут поделаешь, давайте скорее повторять. Не особо сильно затягивает. Пока у меня кровоизлияние в воск не случилось. Время составить список инструментов и расходников для изготовления столь ебейшего инструмента для мастерской. Итак, нам понадобятся тиски. Болгарка. Сверлильный станок. Тикс-сварка. А, нет, тикс-сварка это, конечно, жирновато будет. Полуавтомат пойдет. И, собственно, ключ рожковый. Категорически рекомендую хуйнуть валидолу и пристегнуть ремни. Мы начинаем портить инструменты. А вот на следующем моменте я хотел бы остановиться поподробнее. Здесь нужно сделать музычку потише, для того, чтобы вы максимально подробно поняли и погрузились в суть процесса. Сука! Закричать много глаганой! Уши! Надо будет е... Ну, вот так у меня бывает, когда ты орешь. Да не настолько. У меня бы тоже тогда было бы больно, если бы я настолько сильно орал. Вот и проверили, выздоровело у меня ухо или нет. Выздоровело. А у меня вот, походу, не особо. Ебану 10-часовой версии. Просто этим звуком можно пытки сделать. Даже зимнуть захотелось. Чтоб выбить обратно перепонку. Готовенько. Я даже придумал слоган для данного инструмента. Функционал я в рот ебал. Но не спешите торопиться. Все это дерьмо мы будем проверять в конце видосика. Нам же все-таки нужно собрать полный набор инструментов диайвайщика. Так что наберитесь терпения, и мы плавно переходим ко второму видосику. И как вы думаете, про что будет этот видосик? Правильно, про разводной ключ из Рожкового. Только версия 2.0. Окей. Я надеюсь, он не будет новый портить, а испортит вторую половину того, который уже испортил. Да, я про то, что доктор не будет портить второй ключ свой, а испортит просто тот, который уже испорчен. Там же две стороны. Гениальное инженерное решение использовать в качестве базы шляпку болта, для того, чтобы потом ее отпилить, поскольку болт выкрутить не представляется возможным. Охуительный индикатор, руки с жопы. Какого хрена? Зато покрасил половину шляпку. Главное же покрасить. Красиво. Да. И снова хотелось бы доебаться до наличия тисков, болгарки, точильного станка и какой-никакой все-таки богомерзкой, но все же электродной сварки. Почему я приемываюсь, я объясню в конце этого ролика. Ну а вам всего лишь остается набраться терпения и досмотреть его до конца. Ну что же, время повторить. И второй ключ, конечно, портить не хотелось бы. Ну а поскольку у нас имеется еще один слава богу. Наконец мы сейчас сделаем супер-мультитул. Ёбаные самодельщики, у меня начинают заканчиваться гайки М8. Красить сей шедевр жизнедеятельности больного на голову инженера я, конечно же, не буду, поскольку даже если говно покрасить в желтый цвет, все равно это будет говно, просто желтое. Ну а мы медленно, но верно движемся в сторону усложнения. И сейчас вы увидите гайд по изготовлению разводного ключа уже из накидного. Встаем. За что? Я не знаю, они покупают просто новые инструменты и им кайф их потестить? Или шо? Не просто мать. Постобработка сварочных соединений на высаде. Почему-то многие самодельщики думают, что если бездумно елозить бормашиной по поверхности, то получится что-то годное. Но вся беда в том, что нужно обрабатывать не как-то вот так. А все-таки хотя бы иногда смотреть глазами в ту сторону, где ты что-то делаешь. Да, выглядит ебово. Блядь, какая же хуйня. Крипота-то какая? Крипота. Эники-бэники лизали вареники. Ассистировать нам сегодня будет ключ Анатолий. Бля, может не надо, я не хочу быть разводным ключом. Есть такое слово, Толя. Надо. Мне всегда было интересно, сколько же уходит времени у говноделов на то, чтобы просверлить хромово-надивый ключ. Поскольку его не то, что просверлить, его даже накернить является проблемой. Но поскольку я и моя мастерская не пальцем деланы, я прибегну к помощи сверл с напайкой из карбидовольфрама. Кстати, если вы вдруг не знали, хромово-надиво обычным сверлом сверлится так же хорошо, как и стекло. Поэтому и сверлить его нужно сверлом с напайкой из карбидовольфрама, поскольку эти сверла используются для того, чтобы сверлить отверстия в стенах. В бетонных. Если все равно нихера не понятно, прошу обратить внимание на форму стружки при сверлении хромово-надия. Она очень похожа на питое стекло. В отличие от обычного металла, если его сверлить. Сука, гаек все меньше и меньше. После этого видео я его не останусь. Походу. Еще один ключ для набора инструментов самодельщика готов. Ну а мы переходим плавненько к последнему в нашем сегодняшнем выпуске. И он, пожалуй, будет самый сложный в исполнении. Там нужен нихуя себе какой скилл. Не всякий сможет его повторить. Ну а поскольку я существую только лишь в вашем воображении, для меня это не составит ни малейшего труда. Смотрим. Что это за Франкенштейн? Как-то забрался. Это тот же самый, кто делал какой-то из тех ключей. Не правда ли? Ну что, давайте повторим. Идем туда и налево. Гребаный издеватель, что-то включает. Гребаный издевательный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не банально хотят просмотров. Ну да, как и те самые тоже ДИНАМИЧНАЯ, которые из одежды делают одежду только ебовую. Причём видно, что одежда новая, а не старая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Забавный. Машинка для бур для точения зубов или ногтей. Ну, по одному и тому же принципу работают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, потому что они как раз маленькие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А настоящие-то зубы не акриловые? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Акрил? Просто разно пользуются. Но сейчас-то и ногти акриловые не делал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настоящие зубы, конечно, не акриловые. Ну, я же говорю про настоящие зубы. Про искусственные именно, про то, что лепят... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сука, часа у меня ушло на то, чтобы сделать эту поебе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что же, как бы то ни было, набор фоломорфирующего рукоблуда у нас готов и его время проверять. А поскольку это ручной инструмент, в том числе и для ремонта авто- и мототранспорта, то на нем как раз-таки мы его и будем проверять. Мотоцикл новой китайской один штука. Целочка. Ну, ладно, давайте смотреть правде в глаза. Не целочка я сбивал. Но как бы то ни было, он как нельзя, кстати, подходит в качестве экземпляра, от которого можно откручивать различные болты и гайки. Которые мы, конечно же, будем откручивать ясен хуйчем. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, что же, я должен сказать. Первый подопытный что-то откручивает, но некоторые вещи им откручивать совершенно неудобно. Плюс абсолютно нулевая всепролазность по сравнению с классическим разводным ключом. Да и вот эта вот херобора постоянно... Налевая всепролазность по сравнению с... Всепролажность? ...с классическим разводным ключом. Да и вот эта вот херобора, постоянно болтающаяся, тоже не добавляет ему всепролазности и удобства использования. Всепролазность. А, всепролазность. Ну да, крайне неудобно. В этом плане. Ну-ка! Плюс хочу заметить абсолютно неудобный способ подстройки ключа В отличие от обычного классического разводного Который мы сейчас тоже можем протестировать в качестве сравнения Для подстройки ширины разводного ключа достаточно одной руки Для подстройки ширины вот этого вот ублюдства нужна вторая рука Ну да, такой разводной ключ как у него стоит наверное косарь, может больше Так у людей, те которые это все делали, у них дорогие были инструменты И явно для них сумма как бы просто Для меня в любом случае было бы проще купить нормальный инструмент готовый Который сделан удобно, качественно и хорошо Нежели ебаться и делать какое-то самодельное хуй дрыгало А не всегда свободно Дополнительная ебля возникает из-за того, что здесь два болта И оба из них должны быть раздвинуты на одинаковую высоту И если будет перекос, то эта хуйня только оближет вам грань Что тоже не очень хорошо Мелкий крепеж на 8, на 10, на 12, утопленный куда-нибудь в углублении И этой парашей тоже не так уж просто покрутить Если вообще возможно Ну да Да хрен, да в таком месте что открутишь Перепад высоты губок тоже не добавляет удобства использования И если болт где-нибудь слишком сильно утоплен Или он очень низкий, то вы его тоже никогда не открутите Даже если он на 17 или на 19 С огромным удовольствием констатирует тот факт, что самоделка полнейшая хуйня А мы переходим ко второй самоделке в нашем сегодняшнем выпуске И тоже сейчас ее проверим Замечательный инструмент, если тебе нужно своему другу посрывать все грани на всем крепеже Не просто так на любом нормальном инструменте ширина губок очень большая Это делается для того, чтобы как можно равномерно распределить нагрузку на грани крепежа Чего конечно же нету здесь Опять же не могу не отметить удобство подстройки ширины Вы скорее сломаете себе пальцы, нежели это сделаете одной рукой Поэтому вам для удобства понадобится вторая В том случае, если она у вас свободна Но так в жизни бывает крайне редко Самоделка полная безоговорочная хуйня Не делайте это дерьмо Говно из говна Соведующий сказал заведующий И мы движемся все тем же маршрутом И сейчас окончательно добьем пиздатый китайский крепеж на пиздатом китайском мотоцикле Мне жалко инструменты и мотоцикл Нет, твою мать Болтик, сука, мешает Сука Я уже пытался соорудить в ранних выпусках Но в качестве подопытного была головка Тоже 12-гранная Или 6-гранная, не помню Но в сути дела это не меняет Эту хуету можно доработать таким образом Во-первых, укоротить сраный болт А во-вторых, отхуярить головку большого болта И поменять ее на маленького Либо поменять на что-нибудь просто такое Сплюснутое плоское, чтобы оно не мешало Ну так тогда вообще выкинуть нахуй просто Крепеж закрывается в глубине по сравнению с общей рабочей поверхностью То и производительность здесь такая же херовая Как и в предыдущей самоделке, похожей на нее Крепеж закрывается не полностью Главным условием является большая высота шляпки болта или самой гайки И если она невелика, то болтом этим вы прекрасно начинаете срывать все те же грани И производительность этого инструмента стремится к нулю Дальше пытаться откручивать этим дерьмом какой-либо крепеж я не хочу Поскольку его уже не так уж много живого на мотоцикле осталось Давайте перейдем к последнему экспонату в нашем сегодняшнем выпуске А, ну да, самоделка полная хуйня Только было я обрадовался, что это хуйня работает Поскольку это был накидной ключ на 19, мне удалось открутить болт на 17 Но не тут-то было Весь крепеж, который имеет меньший размер, открутить этой парашей не представляется возможным Потому что вот эта вот срань прыгает как шлюха на панели И невозможно абсолютно его подстроить, чтобы он не болтался и именно нормально держал крепеж А никак попало Ну да Блять, как это подстроить? Сука! Адский ад, блин Поэтому если стоит задача сделать многофункциональный ключ из ключа на 19 И надеяться, что вы будете откручивать все подряд, я вас разочарую Следующий минус конструкции Охуеть какая громоздкость по сравнению с исходником В связи с этим всепролазность тоже под большим вопросом Хотя справедливости ради должен отметить, что способ регулировки размера достаточно удобен Но это не умаляет хуевости конструкции Поэтому и последняя самоделка, к сожалению, скорее хуйня, чем не хуйня Но инструмент-то все-таки годный, самодельщики же не могут пиздеть Там постоянно везде написано, сделай себе и все такое А угодному инструменту как-никак нужен нормальный кейс Соорудим мы его, конечно же, из качественного сырья Гробик, что ли? Для этих самоделок сделает Просто склеил нахер Нужна гравировочка Нужна подстилка Подарочный набор торговой марки полная хуйня Выполняется штучно по заказу и доступен к продаже всего за 9999 рублей Сука Фирменная крышечка Подарок Присылайте свои херовые самоделки Да-да-да Сделки в комментарии под этим видео А также в инстаграм, в директ Или можете отмечать меня под постами Я обязательно увижу А на сегодня у меня все С вами был доктор Дью До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok